Привет, Роберт! Меня зовут Ваня, и сегодня я специально для тебя буду рисовать хоккеиста. Твоя мама сказала, что ты любишь хоккей, и я зову тебя рисовать, и всех зрителей, и каналы Рыбаки тоже со мной. Я буду рисовать на белом листе бумаги с помощью масляной пастели. Беру светло-оранжевый мелок и рисую клюшку. Клюшку я рисую вот здесь, отсюда и вот сюда. Примерно так клюшка идет. Это такая клюшка, это длинная клюшка, которая играет в хоккей. Отлично, мелок я положу здесь. Теперь я возьму светло-коричневый или вот такой темно-коричневый, и буду рисовать основные вещи, которые я должен нарисовать, чтобы мой хоккеист прям крепко стоял на коньках. Для этого я должен нарисовать кулачки, кулачки, такие кружочки, пока что просто кружочки, кулачки, которыми он держит. После этого нарисовать голову. Голову я здесь нарисую, круглую такую. После этого я нарисую коньки. Конек один здесь нарисую. Один конек здесь, а второй конек такой же и здесь. И сразу видно, что хоккеист руками держит клюшку и стоит на коньках. А теперь мы будем углублять свой рисунок. Берем, наверное, сразу можно взять черный мелок и нарисовать шлем. Теперь мы будем рисовать шлем поэтапно. Так вот шлем, нарисуем шлем. Я думаю, у тебя есть шлем, и ты его носишь. Я не знаю точно, какой твой шлем с закрытым, с забралом или нет. Я нарисую с такой вот стеклянной пластмассовой маской, которая для безопасности хоккеиста. Я ее нарисую. А здесь такие вот наушечки. Отлично. Теперь нарисую такую держалочку. И получился подбородок. Сразу можно нарисовать глазки хоккеисту, волосики и улыбочку. Отлично, хоккеист у нас уже вырисовывается. Видно? Видно. Теперь будем рисовать ручки. Ручки. Вот тут идет одна ручка. Вот такой квадратик я рисую и большой палец. Получается как варежка. Очень похоже на варежку. Здесь немножко сложнее. Здесь я нарисую вот такую вот сосисочку и поделю ее тремя такими палочками. А здесь нарисую большой палец. Вот так держит хоккеист клюшку. Вот и видно, да? Отлично. Нарисовали. Теперь рисуем плечи. Плечи. Сюда и сюда. Направо и налево. У хоккеиста я знаю, что плечи широкие должны быть. Так что рисую плечи пошире. И руки. Одна рука идет сюда, другая сюда. Вот так вот он ее держит. И здесь, наверное, локоток. Отлично. Теперь тело. Тело вот так и вот так. И его как бы видно. Вот оно тело получается. И тут же можно нарисовать клюшку. Продолжить ее. Теперь можно ее черным обвести. Очень четко будет видно, что клюшка вот такая. Отлично. Узорчики. Узорчики. Очень люблю клюшку с узорчиками. И теперь ножки нужно рисовать. Ножки у него вот так вот. Раз, два, три, четыре. И здесь соединяются. И уж шортики он носит. Хоккеист в шортиках. Ну и так называются шортики. Конечно, у него не шортики. Обводим коньки. И рисуем коньки. Коньки, я думаю, можно нарисовать серым цветом. Если у тебя нету, то возьми голубой, к примеру. Лезвия коньков нарисуем. И подставочки такие. Раз, два, три, четыре подставочки. И длинные лезвия. Отлично. Коньки у нас черные. Черные коньки. Я знаю, что у многих хоккеистов они черные. Так я и нарисовал. Лезвия подведу. Отлично. Теперь мы нарисуем шайбу. Шайба здесь у меня будет. Она у меня будет лететь. Я хочу, чтобы она вот так у меня летела. Я нарисую здесь овал. И высоту ее, как бы толщину шайбы покажу. Видишь? Закрашу ее черным, но не очень сильно. Бачок я ее закрашу сильно черным. А вот здесь слабо. Отлично. Получилось здорово. Я знаю, что твой номер 17, Роберт. Так что я напишу здесь 17. Номер 17. И раскрашу. Отлично. Ты выбирай свою форму. Я свою. Я хочу, чтобы мой хоккеист был синий-голубой. Мне нравятся эти цвета. А если ты хочешь, например, красно-белый, то рисуй красно-белый. Вот тут синяя. Синяя. Здесь синяя. Вверх формы синий. Синим-синим-синим. Все крашу синим сверху. Перерыв. И здесь внизу опять синим. Получается у меня синий-белая форма. Отличная синий-белая форма. Штаны будут у меня голубые. Голубые штаны. Голубые штаны. И голубая, наверное, каска тоже. Голубая каска. Отлично. Возьму такой светло-светло-кремовый цвет телесный. И нарисую. Раскрашу. Раскрашу лицо. Раскрашу лицо. И волосы. Волосы, я думаю, могут у меня вот коричневые. Разные волосы у ребят. Нарисуйте любыми. Отлично. Мы нарисовали хоккеиста. Теперь я нарисую лед. Потому что важно, чтобы нарисовали хоккеиста. И лед тоже нарисовать. Вот такой вот он. Ровный лед. И он будет голубой. Голубой, голубой, голубой. А здесь вот такие можно брызги сделать. Что шайба летит. И не забудьте взять красным. Ну или другим цветом. Мне нравится, когда клюшки очень яркие. У хоккеистов они разноцветные. Зеленые, красные. Вот я выбрал красный цвет. Ну и вообще отлично получилось. Здесь можно форму подрисовать немножко. Отлично. Прям можно поэкспериментировать. Мелкие убираем на место. Чтобы они нам не мешали, когда мы в следующий раз будем рисовать. И вот такой вот хоккеист. Очень простой. Спасибо, что рисовали со мной, ребята. Спасибо маме Роберта. Потому что она старается. Я вижу, Роберт, что ты и спортом занимаешься, и рисуешь. Я видел твои рисунки. Здесь они видны будут. И они действительно хороши. Тебе 5 лет. Но ты классный парень. Всего хорошего. И до новых встреч. Пока-пока. Родители, интересующиеся уроками рисования, приглашаю в инстаграм. Рыбакит папа рисует.